Музыка Клянетесь душу, знания и тела, посетить на благо умшего дела? Музыка Клянетесь всегда помогать с детям с бабушкой и материальной помощью? Музыка Клянетесь не спать ночами, когда не сделаете то, за что взяли ответственность? Музыка Такую клятву приносят участники школы-совета обучающихся в Крымском федеральном университете. Это форум лидеров студенческого самоуправления. Его участники учатся решать вопросы студенчества, работают в команде над совместными задачами и настраивают социальные связи друг с другом и с руководством вуза. Прежде всего, школы-советы обучающихся – это лидеры. За каждым из них стоит группа людей, студентов, которых они представляют. Их задача – понять, какие возможности есть у всех студентов университета, донести своим, которые до местах ждут их с новостями, дальше организовать эти проекты, потому что самое главное у нас – это мозги и идеи. Школа студсовета открылась в панельной дискуссии с представителями администрации университета и Совета министров Республики Крым. На ней обсудили вклад университета в развитие региона и страны, вопросы молодежной политики, поддержку студенческих стартапов, защиту социальных прав и многие другие. Мероприятие проходит уже в третий раз. Традиционно оно объединяет сотни студентов структурных подразделений и филиалов КФУ. Но в этот раз школа вышла за пределы региона. К ней присоединились администрации студенты Генического медицинского колледжа. Обновился и подход к образовательной программе. В этот раз мы просто не делимся по направлениям. Мы одна большая школа, один большой студенческий совет. Общая базовая программа и немного вариативки по желанию. Взаимодействие с администрацией, подготовка проектов и так далее. В этот раз мы все едины. Базовая часть посвящена основам работы и миссии студенческого самоуправления. Вариативная состоит из лекций и мастер-классов на выбор. Участники посетили встречи с экспертами КФУ по темам студенческого предпринимательства, взаимодействия с администрацией вуза, проектной деятельности, медиа, психологии. Мы с ребятами очень часто прорабатывали моменты команды образования, основные элементы команды, какие есть роли в команды, какой функционал есть, какие есть виды команды. То есть ребята задавали, как правильно сформировать, как настрой, как замотивировать своих членов команды. С лекциями выступило и руководство университета. Ректор КФУ Андрей Фололеев погрузил участников в теорию развития личности, лидерства и поиска себя в социуме. Об организации учебного процесса, построении образовательной траектории и будущих изменениях в сфере образования поговорила проректор по учебной и методической деятельности КФУ Ирина Цверенько. А проректор по молодежной политике КФУ Сергей Елькин рассказал о социальных технологиях. На сегодняшний момент это главные инструменты у лидеров команд, чтобы они четко понимали, что не хватает у них в команде для того, чтобы быть успешнее. За этими знаниями сюда пришла Арина Ивахненко, студентка физико-технического института КФУ только начинает свою деятельность в студсовете, потому хочет получить необходимые знания и перенять опыт у коллег. Мне стало интересно, потому что я в студсовете не так давно, и получить какие-то навыки по управлению, организации, для меня это было бы на самом деле сейчас очень важно, потому что мы и занимаемся разными проектами, и работаем с ребятами, для меня это все новое, во всяком случае, и это крайне интересно. После продуктивного дня обучения студентам организовали досуговую программу. Школа Сосовета, как и студенчество, это время не только учебы, но и веселья. Прямо сейчас в соседних корпусах студенты поют в караоке, танцуют, играют в настольные игры, а здесь разрабатывают тактику и сражаются за победу в Лазертаге. В заключительный день школы молодые лидеры защитили результаты совместных работ перед организаторами и коллегами. На протяжении трех дней четыре команды участников разрабатывали свое видение миссии, советы обучающихся, лидерства, команды и взаимодействия студентов с университетом. Главные черты команды – коммуникация, автономия и синергия. Так считают участники одной из групп. Свою теорию они продемонстрировали на практике, объединились, разработали и защитили свою концепцию. Мы собрались организованно в одном месте, устроили масштабный брейншторм, обсудили всевозможные идеи реализации, как мы можем это представить, как мы можем это оформить. И это был сложный процесс, очень долго приходилось коммуницировать со семьей, но по итогу я считаю, что мы неплохо защитились и, как и все остальные команды, мы проделали колоссальный путь. Главная цель школы – научить молодежь настраивать социальные связи и развить лидерские качества в новом поколении студентов. Ведь ему предстоит руководить студенческим самоуправлением в своих структурах и филиалах, а также развивать республику и страну в целом. Молодежное движение в Крыму активно развивается. И с учетом поставленных задач по развитию еще и российского движения молодежи от мала до велика, нам важно, чтобы сегодня и в университет стал самая главная ячейка объединения такой молодежи, активной, поддерживающей страну и президента. Сотня лучших представителей студенчества КФУ успешно освоила программу и получила сертификат о прохождении школы студсовета. Трехдневное интенсивное обучение и полное погружение в экосистему лидерства и студенчества позволило участникам лучше осознать миссию совета обучающихся. Так в Крымском федеральном университете зародилось новое поколение активных студентов, которые готовы решать актуальные вызовы и строить яркое будущее. Яна Доченко, Никита Шосток, Михаил Погомий, Сергей Мельник. Пресс-служба Крымского федерального университета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова